начальник я себя окружу храбрыми людьми и они будут меня защищать и храбрые погибают там последними потому что их переводят да то есть понимаете и вот это такая на самом деле такая есть логика в том что характер он реально определяет судьбу качества характера и у нас у вас у нас у всех есть качество характера и эти качества характера они как бы нас детерминируют мы вот и мы заложники этого я почему это хочу быть почему вот кино мне кажется достаточно важная вещь потому что понимаете вы смотрите я допустим бегу от собаки меня догоняет собака пик бультерьер и бросается ко мне в ногу и пропусывает это очень больно и у меня такие есть эмоции или это я вижу в кино человек бежит за него бежит пик бультерьер и кусает волном когда я сам участвую в событии я перестаю соображать то есть я туда втыкаюсь мне очень больно и никаких выводов не делаю но когда я бегу в кино мы же все когда фильм неплохой мы все же становимся этим делать уже бежим от этой собаки мы же там в кресле даже своими там булочками ты все правильно и когда нас кусает эта собака мы можем сделать выводы мы можем сказать а блин не надо было туда идти а надо было то надо было все да то есть кино и литература они дают нам возможность вот это в санскрите есть такое слово самскара что такое самскара это впечатление и вот наши жизненные впечатления они тоже формируют наш характер но они жестко формируют характер то есть вот допустим я только маленькую историю про себя расскажу я был наверно класса до шестого абсолютно бесстрашным вообще я не понимал как и все говорили что такое страх я не очень понимал что такое вообще ничего не боялся и у нас вот тут вот такой дом был двенадцать как называется двенадцати этажка три богатыря между тремя богатырями там будет сейчас все застройки и палки и мы на спор с пацанами я поспорил что я пройду с одного богатыря на другой мы поспорили там весь двор пошел даже я прошел а кто-то сказал моему папе и он побежал меня остановить и не успел и он стал и он смотрел на то как я шел по двенадцатому этажу по балку и когда я спустился он сказал пойдем он положил меня диван и двенадцать раз ударил ремня за каждый этаж он сказал ну а он был еще летит это мастер спорта не только кандидат мастера спорта я помню как я начал орать на шестом папа не надо папа не надо и вот двенадцать раз он убил я поломался внутри я стал бояться и очень много потом вещей было там и самолетов я боялся потом я раньше там все время в классе со всеми дрался и стал бояться драться я воду как-то я вот прям я этого не испугался я тут вот испугался почему-то такой был сильный момент то есть я говорю про сам скажу и все и это теперь там с психологами туда-сюда там еще с пониманиями это можно все как бы пили как и папа был прав что он не отобил на самом деле я к нему без претензий я бы сам бы тоже самое бы сделал со своим сыном если бы это увидел да но я просто о чем говорю но если это в кино показать или вот как я вам историю рассказал то тогда можно туда не попадая ну как бы сделать выводы потому что что такое ну скажем так карма то есть карма это по большому счету характер и когда с нами происходит какое-то событие есть два пути есть первый путь вот эту капну хапнуть так кармы мы попали в ситуацию из-за своего вот этого характера мы получили так сказать люлей мы обиделись или мы еще что-то сделали еще ну и как бы все по кругу пошло я обязательно ситуация вернется я обязательно мы еще раз и еще раз и еще раз вот это называется карма а а если мы извлекли из ситуации как бы суть мудрость мы поняли для чего это нужно было мы это как бы абсорбировали мы это интегрировали то это мудрость тогда эта ситуация больше не появится потому что мы всегда знаем что с ней делать и тогда мы можем уже дальше творить свою жизнь я вот это вам хотел сказать я сам недавно это понял что вот это очень важно смотреть кино читать стихи и то есть вот проживать жизни этих людей и пытаться интегрировать их опыт и когда мы это делаем мы получаем вот такие пока это как прививка так можно болеть коронавирус может не факт что прививка это хорошо я сейчас не пропагандирует вот это тоже такая штука вот милош форма один из моих любимых режиссеров ты был на лекции которую вы были а когда два человека и там была такая ситуация я не чувствую повторюсь если да там два человека можно повторить там такая была ситуация с ним что он вот такой сода свободолюбивый мужик он знаете там была с ним такая история что он какой-то возраст я не помню то в восемь не то в семь не то в девять лет у него погибли оба родителя сначала погиб отец в концлагере когда война была потом мать убили немца то есть двоих убило и он по рукам пошел у него был такой чемодан и он с этим чемоданом по всем своим родственникам и он долго не задерживался потому что там и он что говорит формат что я понял почему я стал неплохим режиссером потому что я научился приспособливаться сразу когда заходил к этим родственникам я понимал вот этого хороший характер вот этого плохой вот этому надо это сказать он это любит а вот это нельзя делать потому что я как бы понимал что мне нужно ими манипулировать поэтому режиссур это во многом действительно манипуляция и лучше быть режиссером ну как сказать с таким гибким потому что ты должен как бы очень всех четко чувствовать сканировать и очень как-то быть таким с одной стороны приспосабливаться но с другой стороны точно знать что цель твоя вот точно ты туда идешь но ты можешь вот так и даже так и так но не идти туда напрямую потому что напрямую на самом деле там дороги нет если ты начинаешь я несколько раз был на площадках у режиссеров которые орали вот начинается не получается не работает работает когда ты вот всех чувствуешь всех понимаешь и как бы всех сканируешь и всем даешь пространство может быть даже манипулируешь как бы все хорошего смысла то у меня с разучницей интересная история вот короче дана у даны есть муж он понимает что мы снимаем хоть там историю про любовь и ревнули они недавно поженились и он все время там нам название я приеду я приеду я держите подальше данинова мужа ни в коем случае он не должен приезжать не должен приезжать а я стараюсь чтобы вот у младшего с данной я не собираюсь там сводником быть но я хочу чтобы они там вместе ходили вместе разговаривали я хочу чтобы у них произошло какое-то между друг другом искра чувства я хочу чтобы это произошло потому что если этого нет потом они же не такие прям актеры что-то происходит 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 а потом мне нужно чтобы он ее ревновал я говорю зовите мужа приезжает муж он живет с данной в одном номере а утром мы снимаем сцену ревности адика получается а такая вот вещь все время я что то что за вопрос был забыл а ну в общем ну а я вот допустим про себя скажу вот две разные вещи вот это кино я снимал когда вот это все кино я очень хотел доказать самому себе и всему миру что я гениальный вот это какая то была такая подростковая была такая штука что я вот прям гений все вот это я так редко кино снимал потому что очень трудно понимаете потому что ты сам себе ставишь какие-то гипер цели а потом ты должен этому соответствовать и каждая сцена каждый кадр гений я не или не гений это очень трудно да вот сейчас прошло десять лет мы вот снимаем сейчас вот эти короткометажки вот три снял такой кайф вы знаете я сижу на диване я точно знаю что я не гений мне не надо это и причем это не самоунижение ну просто у меня нет такого ну вот как бы в голове что-то доказывать я просто снимаю кино и просто получаю удовольствие знаете как на пианино играю и мне кажется что сейчас мне интересно будет потом показать вам эти фильмы которые я сейчас снимаю они совсем другие мне кажется они какие-то веселые мне кажется интересные какие-то занимательные и я получаю я готов теперь каждый год снимать по фильму я не знаю как дальше пойдет но мне кажется что я готов снимать 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 потому что процесс доставляет удовольствие вот Айтар сидит не даст соврать но вчера снимали сцену и там знаете какая была штука что в конце короткометражки там два человека полюбили друг другу познакомились и пошли вместе и по сценарию они куда-то шли и там сценарист видимо аллею какую-то придумал и они вот должны пойти по аллее и вот так далее какой-то должен быть а мы все снимаем в павильоне и понятно что аллеи не будет и ее нету да и в павильоне как это снять в павильоне они вот уходят я все это кино снимаю 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 а потом доходит до финала я говорю мы финал будем снимать в конце я понимаю что я не знаю как мне этот финал снимать и там все уже паника начинает все вокруг меня берут там такой кипиш туда-сюда что делать все там советуют а я сижу вот я на все на это смотрю и получаю удовольствие я так на них всех смотрю на ветерок они прям все там я думаю ну если мы не снимем этот финал ну и ладно типа ну и бог с ними правильно ну может другой раз снимем ну короче не напрягался и потом раз он нашелся там в итоге получился даже лучше чем аллея да ну вот это вот ощущение кайфа знаете когда вот корабль тонет а у тебя есть спасательный круг и ты думаешь ну интересно как работать он тонет а ты поплывешь дальше спасать на окна вот у меня появился спасательный круг вот и вот этот характер имеет отношения наверное да добрый вечер у меня такой короткий вопрос касательно разлучницы мне понравилась сцена где братья в бассейне начинают на время над ней сидеть и у меня вопрос техническом плане как было насколько трудно было снять такой кадр ну вообще это как бы история из джека лондона у джека лондона у джека лондона был такой рассказ про против невидимых что ли оттуда я своровал его немножко а снимать его ну а что было мы взяли этот водолаза водолаз нырял с этой камерой камеру как то там тоже какие то приспособления в бассейне они залазили в бассейне и мы целый день там проныряли ну нет я кайфанул тогда я вот не бежал потому что я туда не лазил я ничего не видел что снимать я так сверху сидел водолаз туда нырял они что там изображали потом я посмотрел а он мне помогал это клеить я не очень тогда я маленький еще был не очень хорошо клеил и мне тут сцену шинарбаев клеил и тут шинарбаев делал так раньше же это знаете как все монтировалось это же не сейчас как на компьютере это же надо все было склеить скотчем потом за шинарбаев делал так я вам сейчас вам покажу а он очень такой шустрый он так делал то есть он мерил монтаж дыхание и так получилось правда так было не дышал ну да вот такая история была в которой я не участвовал история была такая что послали фильм голубины звонают в армянский кинофестивале там был представитель жюри тарантино а я не поехал в этот таран не знаю почему и нам дали гран-при даже какие-то денежки дали по-моему не помню там а вот это там десять тысяч долларов что ли и вот и мне привезли приз и потом рассказали такую историю что все жюри было против а тарантино был за и он был этот как представитель жюри и он сказал я хочу чтобы дали а сказали нет там какой-то был другой претендент он говорит но если вы не дадите тогда я сделаю так и сел в такси и поехал в аэропорт и они его поймали и сказали ой бай ой бай и дали нам приз вот я его в жизни не видел но благодарен ему но я считаю что тарантино ну вот если говорить о режиссерах ну наверное на сегодняшний день один из самых крутых режиссеров у него прям он очень талантлив очень единственное что ну если критиковать карантино мне кажется что ну как сказать с его талантом можно было бы сделать ну он тоже был но для меня я могу ошибаться да то есть там криминальное чтиво да там потом этот убить билла да там интересно было и сейчас очень интересный фильм он на уровне гениальности но мне кажется у него потенциал больше мне кажется он вообще что-то мог такое сделать там с этими ресурсами со всеми талантом чтобы он нам крышу снесло но не знаю я думаю вы 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 о вы вы о о вы о главного а старшего старшего брата я озвучил а вы ну мне показалось что они немножко похоже на вас внешне по фигуре по лицу это так или я и потом что для вас этот фильм он что-то значит вы можете поделиться чем ну вот сейчас хочу рассказать как ты видел жули джим да да жули джим ну это такое цитата наверное про жули джим но вообще у меня был у меня был друг Валерка Родин он учился в мастерской у Таланкина и мы жили с ним в одном комнате в одной и там была одна такая девушка во ВГИКе которая так бывают девушки такие которые остаются в общежитии и живут то в одном и живут то в втором и почему-то она как-то к нам в номер с Валеркой зашла и она зашла к нам в номер и вот что-то потом долго оттуда не выходило то есть сначала я уехал куда-то потом Валерка уехал потом еще как-то и вот у нас что-то такое началось внутри а мы с Валеркой прям по-настоящему дружили и вот мы так с ним сели и она сидит и я думал наверное в роли младшего брата я такой там что-то больше там и мы с ним решили короче уйти я а зима была вот от Галушкина мы оделись так и пошли мы уходим ты тут оставайся короче мы пошли и мы пошли по Галушкину по снегу и вот мы идем и вдруг оборачиваемся а она в тапочках вышла и идет за нами и мы вот подошли к этому светофору и Валерка сказал давай ты налево я направо давай и мы от этого светофора пошли налево и направо а она села у этого светофора и сидела и это вот было толчком вот с этого светофора вот этот фильм наверное родился он как-то я как-то ну как-то ну с Валеркой мы дружили до его смерти да и вот это дело просто раскладывалось это так сильно как было бы что это в этой серии но вопрос касательно темного названия есть такое мнение что разлучится такое негативное в каком-то таком негативном но в этой сути она ничего не сделала ну так она не всегда и не детально определяла как получилось и почему этому фильму дают такое название что несмотря его это не но я вот никогда так не думал честно это первый раз я об этом задумал вообще честно говоря это такой разлучница это плагиат то есть есть такой великий писатель Борхес и у него есть рассказ о разлучнице я по нему написал сценарий взяв его за основу я написал по рассказу Борхеса разлучницы и привез на казахфиль они сказали интересно и послали в Москву из Москвы сказали вау как круто все даем миллион рублей Москва это на московские деньги давай одно условие уберите Борхеса мы его не можем заплатить ну мы убрали Борхеса я был честен а потом получилось а потом получилось так и которые на самом деле на самом деле меня на самом деле мы можем раз drawn мудрость придет, поменяется характер, вы поймете, а вот так, кажется, надо, и все, и жизнь поменяется, понимаете? Почему это важно? То есть жизнь меняет вот эти впечатления, наши выводы. Ну, вообще, когда кино начинает претендовать на воспитательный характер, сразу кино не получается, правильно? Сразу получается дидактика, и все. То есть оно, ну, как бы, какая-то должна, нужно, чтобы история трогала и была интересная, да, а вот, ну, и нужно, мне кажется, вот, очень важно, чтобы не навредить. Я вот сейчас в последнее время смотрю, там, какие-то телесериалы, вот, там, неплохо сделано, там, еще что-то, но мне кажется, там иногда бывает посыл такой, разрушительный, то есть они, ну, как бы, что-то такое делают, и в итоге человек может от этого пострадать. Но вот этого, мне кажется, лучше не делать, потому что карма плохая, мне кажется, приглядит. Как раз 90-е годы, и совсем нечего кушать. Ну, вообще нечего кушать. У нас осталось денег, и нам надо выбрать, мы будем покупать, там, рис или сигарету. Мы выбираем сигареты, потому что без риса жить можно, без хлеба какое-то время, без сигарет нельзя прожить, там, несколько часов. Мы, значит, на последний день купим сигареты и три дня не едим, реально. Ну, вот, вот, ну, просто, ну, нечего есть, не едим, вот, 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 с женой. И тут ко мне звонок, в квартиру, и говорит, с вами хочет встретиться атташе, в военной атташе Японии. Я говорю, Алёха, какой-то военный атташе Японии хочется встретиться, может, они мне завербовать хотят, а кушать хочется, пойду встречаться, может, они накормят, там, вербовка. Она говорит, а можно я с тобой? Я говорю, а можно мы с женой придем? Он говорит, да, хорошо, приходите. Адрес такой-то, такой-то. И мы с женой идем туда, три дня не ешит, там такой дом, и мы туда заходим, а, видимо, он жил в этой, там, у него хозяйка, наверное, русская была, и какой-то такая шарлотка, такая дымящаяся шарлотка, большая, яблочная. И он говорит, подождите, я сейчас пересу зеленый чай, там, японский идут, уходит, мы сидим, смотрим на нее, смотрим на эту шарлотку, и начинаем ее, ну, по кусочку есть. Вот он с чаем провозился минут, наверное, десять, он заходит, чай, шарлотка, бах, шарлотки нет, и он так на нас смотрит, а где, типа, она говорит, ссори, смели. Да, и он так, он, японцы же они не показывают, да, и он только, опа-на, раз, так что-то там, попереварил, по слову, по ипоскому. И потом, я так думаю, ну, будет вербовать, наверное, японец, наверное, будет вербовать, но согласимся, наверное, на что делать, будем служить ипоской разведки, а что делать. Он говорит, я смотрел ваше кино «Разлучница». Я говорю, да, мне очень понравилось «Разлучница», да. Я получаю очень большую зарплату в ипоскому, по сути. Я говорю, какую? Я, говорит, получаю шесть тысяч долларов. Я говорю, так, я из этих шести тысяч пять могу давать вам каждый месяц. Я говорю, да, а что мы должны делать за эти пять тысяч долларов? Вы должны снимать кино. Я говорю, а какое? Он говорит, да какое хотите. Я вот сколько тут буду, я вам буду давать эти пять тысяч долларов, снимайте эти кино. И мы сняли кино, которое называется «Последние каникулы». У нас было каждый месяц пять тысяч долларов. И потом мы еще получили за этот фильм двести тысяч долларов гран-при на такие скольки вести. Так что такие веселые были истории. Я хотел бы продолжить разговор, который начала девушка в первом ряду по поводу «Разлучницы», фильма, названия. Мне показалось интересным, что вот сегодня показали два этих фильма, и вы сказали, что вот «Жила мама» увидели образ такой сильной женщины, очень сильных женщин, гордости казахов. Вообще, как бы такой гимн получился женщине. И в «Разлучнице» как будто бы ситуация немножечко наоборот, даже не из-за названия, а просто из-за решения, которое принимают братья. То есть получается, что в этой ситуации нужно избавиться от виноватого, виновата она, и надо ее как будет. И потом, как дальше с этим жить непонятно, ну вот почему-то избавляемся не от одного из братьев, не просто прогоняем ее, а именно душем. И как вы сегодня вообще относитесь, учитывая там сегодняшнюю какую-то феминистскую повестку, изменение отношения к женщинам, там вопросы патриархата и все такое, как вы сегодня относитесь сами к такому, ну как бы к такому смыслу, который заложен в «Разлучнице»? Такой гендерный вопрос на повестку дня. Ну как бы, да, просто мне интересно, как вы к этому, да, вообще. То есть это не то, чтобы какой-то нанес, или еще что-то просто интересного с позицией. Ну вот интересно, действительно, время меняется, да? Я вот помню, вот эту «Разлучницу» взяли на Венецианском кинофестивале. И там, наверное, вот больше зал, вот такой, показывали фильм, а я там сидел наверху, не в зале, а там как-то тут балкон, такой балкон. И после фильма там такая традиция, что автор выходит на балкон, и на него смотрят, зрители так поворачивают. Я вот вышел на этот балкон, и этот зал развернулся, и стал аплодировать. Я так думал, ну сейчас они там секунду проаплодируют, и я смою, и все нормально. Они аплодируют, еще и у меня время затихло, и я там стоял, и стоял, они уже так, уже хотелось уйти, уже так неловко. Они прям в такой энтузианс спали и таялся, я не знаю, от задушенной девушки, я не знаю. Это что такое, да. Поэтому тогда такой повестки не стояло, да. Сейчас это как-то, да, вот это... Можно было, да. Это к Борхесу. Это же есть такое, да, вот у кочевников, да, что... Если вот там говорят, что ты скачешь на лошади, тебе надо кого-то взять, жену или брата, и вот, если че, то, короче, надо брата брать. А красное поле, вот красное поле, там дом, вот в красном поле, там вот за Гаи, вот Гаи же есть в ту сторону? Вот за Гаи чуть-чуть, там метров 200, там, там... А колесо обозрения, это где находится? Копчегай. Копчегай. То есть в Алма-Ате ничего не снимал? Нет, вот все как-то так, да. А в Алма-Ате бассейн был. А вообще можешь рассказать про Алма-Ату тех времен? Про Алма-Ату тех времен, да. Не знаю. Я вот всю жизнь прожил в Алма-Ате. Всю жизнь хотел сюда уехать. Вот всю жизнь. У меня даже была попытка, я чуть-чуть пожил в Париже. Я почему-то подумал, что, ну, кино, там, на себя, во Франции, там, девушка, как бы, если... Я там прожил полгода и убежал тоже. Тоже, знаете, вот как убежал? У меня был билет с открытой датой. Я что-то жил, жил, визу продлял. И не было там снега в Париже. Ну, вообще, нету снега. Вот зима уже, там, скоро Новый год, там даже позже Нового года, по-моему, снег идет. И тут пошел снег. И, здравствуйте, сразу растаял. Я думаю, ну, я, к черту, взял билеты и уехал. Я не знаю, я больше нигде особо, вот, в Москве жил, да, когда учился. А всю жизнь прожил я в Алма-Ате. И вот прожил вот здесь, вот. Тут, ниже, туда, сюда, вот, в 35-й школе учился. Поэтому я не могу ничего сказать другого. Ну, вот, пока Алма-Ате, а как-то, чтобы сравнить с чем-то, он не с чем сравнивать. Ну, какой-то, вот, мой такой город. А какие другие бывают, не знаю. Потому что, вот, смотрю фильмы «Новые волны» тех времен, Алма-Ата такая серая, кучная. На тебе какая-то она не такая, как сейчас мы ее видим. Ну, конечно, вот, жизнь меняется. То есть, красок больше становится в чем-то. Но, с другой стороны, если говорить про эмоции, я бы не сказал, что там были меньше эмоций, или меньше красок. Ну, в молодости много всякого было эмоций. Так я вот разболтался, так, если жизнь действительно вспомнит, чего только не было, да. Я просто хочу как-то вам полезным быть, я не знаю. То есть, что-то вот такое. Я хотела задать вопрос по поводу того, как, спустя года, когда у вас менялось мировоззрение и так далее, пересматривая свои фильмы, хотелось ли что-то изменить, когда вы смотрели их снова изменить? Вот я бы, вот сейчас, если говорить, допустим, вот этот фильм, мне пришлось его посмотреть в Индии, так как его показывали, я сидел с этими индусами, смотрел кино. Я смотрел кино глазами индусов. Вообще, это отдельная история про индусов. Вы знаете, как эти ребята в Индии смотрят кино. Вы представляете, полный зал сидит, и там кто-то там начинает драться. Они там начинают орать, кричать, шуметь. А когда там это, они там танцуют, прям в зале. То есть это какой-то, вот соврать не дадут люди, вот, да, это же какое-то удивительно. И они, прям-таки, очень эмоциональные, как дети. И я вот ихними глазами посмотрел «Желома», очень скучный фильм. А я сидел рядом, наверное, с одними из самых знаменитых режиссеров Индии, которые снимают действительно такое кино, яркое, да. И они так, мы были членами «Желома», и они со мной сидели. Они так, очень сильно загрустили, наверное. Потом мы с ними разговаривали. И я понимаю, что я бы вот сделал сейчас как? Вот чего не хватает, мне кажется, в «Желома». Вот если бы я сейчас снимал бы «Желома», да, то есть я бы первую часть бы, я показал бы ее бы на сцене Майору. Я бы показал бы ее в этих красивых платьях, она бы пела у меня, да, там-то, да, и вот эта история с голосом, я бы ее показал вначале. Мне кажется, это было бы, ну, интереснее, наверное. Вот это он, а к нему пришли грабить. Они были там достаточно зажиточные, стали дверь ломать, и у него был брауник, по-моему. И он испугался, она пошла на второй этаж, зарядила пистолет, и семь раз выстрелила в дверь. Они утром открыли, зима бывает, и крыла вышли, дышки отдал. Она вот, ну, она не в середину стреляла, а по ногам стреляла. Да, такая у меня была замечательная очищка. Амир Владимирович, а когда вы пишете сценарий, с какими трудностями вы, бывало, что вы сталкивались, ну, бывает, например, история не идет? Ой, как вы справлялись? Сто раз всякие трудности. Вот давайте я сейчас использую, я просто хочу, спасибо за вопрос, я просто хочу немножко использовать нашу эту ситуацию в корыстных целях. Вот я сейчас столкнулся с трудностью, я хочу снимать кино, но у меня нету идей. То есть я хотел бы снять фильм, вот такой современный. И вот скажу, есть у кого-то какое-то направление, про что вот вы хотели бы сейчас видеть фильмы? Какие бы вот фильмы вы могли бы мне заказать, скажем так? Наверное, хотелось бы фильм, где мало цензуры, или практически нет ее. Потому что сейчас, когда смотришь фильмы в кинотеатрах, очень много поверхностных, даже, наверное, двухчасовых скетчей, это не фильмы. Ну вот, особенно комедии, которые сейчас снимаются, трэш-комедии, они, наверное, где-то прикрываются словом трэш, и снимают очень плохое кино, после которого, ну, нету, ты не вдохновляешься, никаких выводов не делаешь, наверное, вот как вы сказали сами. Потому что многие из этих авторов боятся цензуры, которые сейчас есть. Да нет, это хорошо, бог с ними, с этими авторами. У вас, у кого-то есть какая-то идея? Вот, вы руку тянут, дайте идею какую-нибудь, вдруг сейчас с автором к нам попадут. Потому что я, честно, не знаю, чего надо снимать. Вы знаете, вот, на самом деле, когда читаешь хорошую литературу современную, или классика, все время думаешь, какой фильм, вот прям эти кадры, вот я прям их вижу-вижу, кино в голове. Мне кажется, Мураками, вот, я не знаю, увлекаюсь ли его Мураками, но он настолько иногда созвучен в нашей действительности. Хотя при всей разности менталитетов у вас, кстати, почему-то Япония как-то пронизывает ваше творчество. Возможно, Мураками что-то на казахской, алматинской почве очень взрастет хорошо. Но я подумала не об этом. Я живу сейчас в Астане, окей на Алматинке, наши семьи даже связаны. Но живя в Астане, это не бездушный город. У него есть какой-то свой пульс, очень своеобразный, очень отличный от нашей ауры алматинской. И там сейчас такая разворачивается, ну, реально трагедия. Озеро Малый Талатиколь, на котором нездятся и фламинго там, и пеликаны, и лебеди. Ну, это такое мелкое озеро, система озер. Его засыпают. Об этом знают очень многие в Казахстане. Снимали фильм документальный. Но выгодно эту землю засыпать и построить еще там один ЖК. И просто это на самом деле, когда вот это все видишь, как птицы прилетают, как люди выходят. Ну, Астана – это сложный город, там, выходит молча просто туда. Приходят с детьми, снимают этих пизм. Я знаю, что на будущего, наверное, снимать уже нечего будет. И это настолько, это, знаете, вот художники приходят туда, какие-то акции устраивают, перформансы, люди просто поют песня Байна-да-да. И это вот такое противопоставление, вот город такой вот бездушный, Астана, она, чему-то бездушность есть в ней. Хотя, чем больше там живешь, тем более, что понимаешь, что это город, в котором что-то тоже, какой-то нерв есть, какая-то энергия в Астане есть. Но то, что, ну, это Мирсултан, который это озеро поглощает на наших глазах, и мы свидетели этому. Вот мы ходим по этим улицам, а через год этого оазиса не будет. Это же уникальный, там, в большом городе вот этот оазис. Если у нас будет такая возможность летать, и пока еще не холодно, пока он не замерз. А зимой тоже красиво там, когда такой лед. То есть это вот на самом деле, это такой вот образ этих птиц, этих людей, которые хотят сохранить это озеро. И вот этих наших неслышащих в России, которые... Ну, с другой стороны, я даже узнала недавно одного человека, который засыпающий в компании. Это другая жизнь, другие интересы. На самом деле, все мы хотим жить в каких-то домах хороших, да? И это вот другая какая-то... Это какое-то вот расслоение, это разные вот... Это, соответственно, какая-то социальная тема, а с другой стороны, она настолько вот... Мы хотим жить в хороших условиях, не в плане комфорта, мы хотим жить в какой-то честной среде, да? Чтобы сохранилась экология, чтобы сохранились люди вокруг нас, чтобы мы могли двигаться, как в Алматы, пешком, да? Как будто френдли город был. Астана она очень такая, ну, в чем-то суровая, при всей ее комфортности для какого-то слоя, да, людей. И мне кажется, это на самом деле, когда мы что-то вот такое свое снимаем, это очень отзывается, как сегодня же мама, когда я заплакала, потому что настолько это всколохнуло во мне. Я в Майру знаю, я видела, даже с ней как-то разговаривала, я тоже не очень владею казахским языком, да, был такой странный разговор, когда я звонила ей, она меня внимательно слушала, и я вот, понимаешь, она меня понимает, и она мне не может сказать, что я тебя понимаю. Я не могу сказать все, что я ей хочу сказать. Не хватает запаса. Ну, вот, видно, когда мы что-то снимаем, вроде бы по рассказу Борхеса, Размущенца, но это настолько алматинский фильм, я его когда-то смотрела, и для меня, что это вот Дана, я все вспоминаю, она как будто как друбич казахская, вот что-то вот такое вот, это такая немногословность, но в эту женщину невозможно влюбиться, я не влюбиться, я вот этих братьев понимая, когда смотрела фильм, я тоже думала, как же вот выбор, какой-то треугольник роковой, и вот это кино, которое на самом деле, какие-то сюжеты, они все, наверное, уже произошли в жизни, это вот все вращается, но то, что это снято у нас, и вот эта трагедия, это реально, это надо вот сейчас вот посмотреть, и вот это увидеть, и отразить наши современные, вот эти вот все. Вам спасибо большое, это, мне кажется, очень важная тема, да, вот я сейчас хочу вот в эту сторону тоже вот рассказать такую историю, и чтобы вот к фильму, да, вот смотрите, у нас вот мой папа, он всю жизнь дружился с Муратом Мухтарчем Ауэзовым, вот они всю жизнь кенты со школы, и Ауэзов, он всю жизнь, он сын своего отца, он всю жизнь боролся за то, чтобы за вот национальное достоинство казахов, что мы должны быть вот страной, мы должны быть народом, независимость, то есть у них там были вот эти вот, там с КГБ терки какие-то, я забыл, как они, Жастолпар называлась, организация, помню, ну короче, вот он всю жизнь, всю жизнь хотел Казахстану независимость, ну так, прямо реально оттопил, и вот он рассказывал историю такую, что они ездили все время, ну охотились, и есть там какое-то озеро такое, ну куда они приезжают, и вот они много лет там в Советском Союзе ездили, там рыбачили они, ну то есть, и вот он говорит, я приехал к этому озеру, а оно залито какими-то нефтеотходами, кто-то приехал туда, и что-то туда, ну, слил, и говорит, и белые гуси, они пролетая раньше, ну садились на этом озере, а сейчас они не могут сесть, туда им лететь уже, кто-то там не с руки, и вот они летают над этим озером, и кричат, сесть им некуда, они кричат, и вот он говорит, я сижу и думаю, на полном серьезе, вот я всю жизнь хотел вот свободы, Казахстану, и вот теперь эта свобода настала, а белым гусям, с которыми связано название нашего народа, сесть некуда, то есть вот, вот что-то такое, вот если говорить про кино, да, про кино, что вот сейчас вот, недавно была идея, вот люди же реально воруют, вот они берут каких-нибудь школьников, да, почему, каких-нибудь, да, витсифицированных, или еще, я сейчас не осажаю, ну просто, это же там киношники, там снимают кино, и тоже воруют, и там, и все, и вот, и вот это вот, мне кажется, вот эта вот история про то, вот как и мы все, ну как бы, вот я не знаю, вот это вот, как это сказать точно, ну вот это вот, вот это вот, вот эта коррупция, которая нас убивает на самом деле, вот если бы снять фильм, действительно, про то, чтобы как-то это, ну, хоть чуть-чуть, как-то, ну, пошатать, что-ли, я не знаю, что-то такое, может быть, действительно, это надо, потому что, мне кажется, уже хватит, мне кажется, что надо уже как-то по-другому начинать жить, а, наверное, это должно начаться с фильмов, да, да, вот может быть, я буду думать о том, спасибо вам, это важно, да. Если можно, последний вопрос? еще раз хотел бы сказать большое спасибо, замечательный фильм, очень глубокий, сейчас, к сожалению, редко встретишь подобное кино, но касаемо сюжетов, которые вы могли бы взять в дальнейшем на реализацию, я бы, единственное, хотел бы посоветовать, или что бы я бы сам хотел увидеть, чуть больше подобного кино, которое заставляет задуматься, посмотреть на перспективу человека, который живет в Бауле, на человека городского, это совершенно иная перспектива, и увидеть страну, город глазами тех людей, которые жили тогда. Я большой фанат того, что делает Акан Сатаев, сейчас, мне кажется, что это замечательные фильмы, они возвращают именно в тот период, заставляют задуматься, и это какая-то моя такая перспектива на этот счет. Единственное, большое спасибо вам. Ну, это здорово, да, мне кажется, это тоже правильно. Правильно. Спасибо. Спасибо большое. Буду думать, да, буду думать. Да, давайте. Ну, уже говорят, конечно, давайте, да, последнего вопроса. Мы можем продолжать, но просто подумаем, что, может, уже просто полтора часа прошло. Полтора часа прошло? Спасибо. 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 Спасибо за просмотр! Наверное, я не знаю, насколько я все понял, у нас есть скажем так мне кажется, что то, что вы говорите в этом даже юмор есть какой-то по отношению ко мне я подумаю, хорошо, спасибо большое имейл каракулов точка амир собака gmail.com сценарий сценарий а ну вообще, вот если говорить если говорить про вот этот сценарий тоже вот сейчас я завтра просто читать курс драматургии я вот когда закончил вот с этим кино так сказать, с арт-хавостным я решил научиться снимать интересное кино и вот 10 лет там что-то преподавал что-то учил знаете, понял такую вещь может, вам она пригодится чтобы сделать интересное кино нужно придумать первое не начало не середина не конец нужно придумать кульминацию вот у меня в этом же лома была одна кульминация она поет девочки я там не очень сильно все это развил допустим шекспир отелло я уверен, что он придумал что он ее тушит из-за этого платка или там Ромео Джилета он придумывает вот этот поворот она просыпается он умер она берет нож его же нож убивает себя и потом вокруг этого все происходит то есть сначала придумывается кульминация она должна быть обязательно парадоксальная что такое парадокс как Пушкин сказал и гений парадокса вдруг парадокс это соединение противоположного несоединимого и когда у нас в творчестве вот этот парадокс происходит и потом мы к нему подводим правильно и все это катарсис происходит тогда происходит катарсис поэтому вот это самая ценная парадоксальная идея которая лежит в основе этого драматургического произведения если позволите на этом все-таки мы поставим точку потому что и зал уже и действительно я думаю что уже и Амира полтора часа устал я хочу поблагодарить Амира за такой замечательный разговор потому что вот эта степень градус искренности и открытости он конечно меня всегда поражает но меня это поражало когда мы разговаривали ну это это когда это разговор с залом это конечно вообще фантастика давайте поаплодируем и хочу поблагодарить вас за замечательный вопрос и замечательное такое активное участие в этом разговоре спасибо спасибо большое и спасибо большое организаторам фестиваля большие молодцы крутые что делаете такие фестивали большое вам спасибо и хочу сказать что завтра уже в Кубе это вот целинный да завтра мы ждем вас спасибо спасибо